Новое очистное сооружение построили в Туркестане. Теперь все канализационные истоки города будут проходить тройную очистку, а вода используется для полива технических культур. Новая станция позволила подключить все коммунальные сети в единую централизованную систему. С подробностями Алмау Разбаева. Новое очистное сооружение только запустили, но оно уже загружено. В городском отстойнике более 5000 кубометров стоечных вод. Все это накопилось за время многолетнего простоя прежней станции, которая была построена еще в 70-е годы прошлого столетия. Сами понимаете, канализационные сбросы не могли не беспокоить нас. От открытых прудов несло смрадом. Уверен, что многие болезни дыхательных путей и различные виды аллергии у наших горожан были связаны именно с отстойником. Это здорово, что построили новую станцию. Теперь все стоки пройдут по этим трубам и после тройной очистки попадут на поля фильтрации. Очищенной таким образом водой местные фермеры смогут орошать технические культуры. Механическая очистка. Потом идет биологическая очистка. Там есть специальные выращивающиеся микробы. Микробы эти биологические очистки, они там съедают вот эти, эти. Потом идет химическая очистка. Химическая очистка, там есть специальная лаборатория. Она должна соответствовать нормам, нормативам. Если как это открыть, они где-то начинают регулировать. Новую станцию по очистке сточных вод строили поэтапно. Четыре года. Обошлась она государству почти в 3 миллиарда тенге. Станция может перерабатывать до 20 тысяч кубометров стоков. Мощность большая, поэтому в городе параллельно прокладывали новые канализационные системы. К ним подключают строящиеся объекты. В прошлом году мы построили шесть школ. В этом возводится еще пять. Строятся больницы, микрорайоны, жилые дома. Все объекты подключаем к централизованным канализационным сетям. Новая станция, говорят, здесь будет способствовать развитию инфраструктуры Туркестана. Алмау Расбаева, Нурмахам Мусатов, Южно-Казахстанская область.